Девушки отдыхают 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 как попугай тетя Лида, что он завел себе молоденькую любовницу. «Ты его бросишь?» – спрашивала бабушка. «Как же мы будем жить вопросом на вопрос?» – отвечала тетя Лида. Тут Гарри вспомнил, что подслушивать плохо, поплелся спать. Утром он думал, что увидит тетю Лиду печальной и заплаканной, но она выглядела довольно сносно, даже пыталась шутить и не покритивала на белку за ее обычное окружение перед зеркалом. Но вот все стали завтракать. Дядя Сеня, как обычно, куда-то торопился. «Послушай», – сказала ему тетя Лида, – «Ты, кажется, всего достигнув, к сожалению, одного не можешь». Глаза ее хитро поблескивали из-под опущенных ресниц. «Чего это я не могу?» – вскипел дядя Сеня. «Это при моих неограниченных возможностях. Он только считает, что все может», – егидно бросила бабушка. Папа не нашел гора, ступилась за отца Белка. «Мой мук величественно, – сказала тетя Лида, – не умеет писать пьесы, потому что Бог обделил его писательским талантом». Гарик совсем не удивился, когда вечером дядя Сеня торжественно объявил о своем решении стать драматургом. «Все-таки молодец бабушка Циля», – подумал Гарик. «Ведь тетя Лида сама до этого додуматься не могла». Сейчас Алексей споет. «Добрый день. У нас иногда бывает с Игорем, когда мы работаем, мы как работаем?» «Мы не работаем, мы просто отдыхаем, потому что это не работа, не отдыхает». Но это все происходит от отражения, ассоциации какие-то ты находишь, и тогда ты можешь что-то продолжить или, наоборот, контрпунктом что-то сделать. Ну, вот такая песенка ее, Елена Молдаванки в 60-х годах. Это я вот просто сейчас посмотрел на этот персонаж, на дядю Сеню, так, знаете, с того времени, и, в общем, попробую. Много лет прошло и много дней Жил на Мессоедовской еврей. В доме не имел он хлеба взоры, Обращал он к небу, да, но мастер делать мог детей. Но, друзья, прошу я вас учесть, Правда, то, что Бог на свете есть, Шел еврей на заработки, Делать для колхоза щетки, Шел в кармане, шел не потемель. Щеточки, щеточки, Мой папа говорит, Кто придумал щеточки, Тот точно одессит. Весело, щеточки, С вами мне сейчас Я памятник тому поставлю, Кто придумал вас. Шпешталах, бешталах, Мой папа говорит, Ой, шо в целом мире спрос на вас, Он удовлетворит. Весело, бешталах, С вами мне сейчас Я памятник тому поставлю, Кто придумал вас. Потому что одесса – это всегда предпринимательство. Я знаю, как Игорь печатает свои книги. Ой, это такое дело. Давайте неожиданно. О Гарике Голубенко. Мы с Гариком дружили. Смерть близких людей, Как всегда, Неожиданно и коварно. Здесь я вспоминаю Нашу последнюю встречу Перед моим отъездом в Мексику. Гарик Голубенко Мне предлагал найти спонсора На книгу стихов. Называл конкретную фамилию. Я, как обычно, Ничего не сделал, Оставил на потом. Он меня торопил. Мы должны успеть это сделать. Он легко воспламенялся. Его истории воспламеняли Так же быстро собеседников. Истории были великолепными. Они плескались, как море. В них была радость. Женщины и мужчины В них говорили округлыми, Как воздушные в Гарике, фразами. В них были метаморфозы, Олицетворения, гиперболы. Они свободно отделялись от автора И устремлялись в полет. Гарику можно было доверять. Во всем. Он слушал и усмехался, Когда был радостен, А когда грустил, Смотрел в одну точку. Словно пытался понять, Почему она не превращается в замшар. Он говорил много, Опять-таки в хорошем настроении. И никогда не искал афоризма. В его рассказах они были Мимолетными дождинками, Радостно постукивающими По асфальту листа. Как ты пишешь, Грубее вопроса придумать было невозможно. По интуиции ответил Гарик. Никогда не насилуй себя. Просто собирал радостные звуки, Как анекдоты. Я его поздравил с премьерой Старых домов в Украинском театре. Спасибо, старик, Сказал он мне. Мы стареем, И наши дома стареют. Адесс остается молодой, И желанной, Как невеста в первую брачную ночь. Надеюсь, Что в моих словах Нет патетики. У него было, Повторяю, Множество замечательных историй, Не похожих на дым из трубы. Похожих на дым из трубы. Этими рассказчиками Можно было согреваться В самые жестокие холода. Он не верил всем политикам. Ни этим, ни тем. Все они, Говорил он. Из одного тесла. Он был прав. Говорят, Что хорошие люди Становятся ангелами И летают над своими городами Поздними ночами В любую погоду. Гарик наверняка Стал ангелом И летает над Одессой. Эту книгу Замечательно Оформила молодая художница Марина Макарова. Маринка Учится В Ленинградском В Санкт-Петербургском Университете Как раз на дизайнера. Ей еще год остался И сейчас она выйдет И что-нибудь скажет. Она ко мне ходила На детскую студию В библиотеку Гайдара. Представляете? Это было лет 5-6 назад. И хорошо писала. А потом стала еще И замечательно рисовать. Но самое удивительное Самое удивительное, Что я с ее бабушкой Дружил еще лет 30 назад. Всем здравствуйте. В первую очередь Хотелось бы Поблагодарить всех вас Кто пришел сегодня Пришел поддержать Игоря Иосифовича Потоцкого Принять участие В премьере И вообще В том, что Одесса Такой замечательный Читающий город Что Являясь Являясь Главным персонажем Его Произведений Мы все Можем Увидеть Насколько Одесса Наш город Прекрасна В том числе Благодаря Ей Мы сегодня Здесь Все находимся Благодаря погоде Которая Дает нам Возможность Здесь находиться К счастью Сегодня Нет Долгожданного Дождя И Вот И поэтому Мы здесь Сегодня Можем послушать Замечательные Произведения Замечательные Песни В исполнении Прекрасного Человека Барда Вот И Относительно Самой Книжки И Невыдуманных Одесских Историй Это Не просто Истории Это Не просто Рассказы Воспоминания Из детства Это Возможность Для каждого Из нас Окунуться В свое Собственное Воспоминание О родном Городе О Прекрасной Жемчужине У моря Которая Является Одним Из Главных Персонажей Этих Рассказов Поэтому Я считаю Стоит Выразить Также Большую Благодарность Самому Городу Одессе Все Спасибо Большое А сейчас Говорили о Жемчужинке Как раз Жемчужинка Присылает Детский Дом И здравствуйте Как говорят У нас В Одессе Я имею Вам Сказать Пару Слов И Имею Сказать Без Лишних Ушей Я хочу Вас Поздравить С книжной Фестиваль И Вашему Удивлению Мы Вам Принесли Подарок И Это Тоже Книга Как приятно Иметь Дело С таким Умным Человеком Это Баб Что Покажи Значит Здесь Альманат Детского Дома Дома Это Ты Их Научил Так Говорить Да Сами разбирайтесь. А ты в литературный кружок ходить будешь? Садись. Шагала. Представляете, какая прелесть? Так что я уже шагаленный. Ну, значит, у нас праздник, потому что Николай Евгеньевич Макаренко очень редко на наши вечера приходит. Ну, это почти вечер, уже темно, так. Ну, если бы не он, у меня не было бы, по крайней мере, последних 50 книг. То есть остальные бы были, а вот этих 50 книг последних бы точно не было. И я очень попрошу, чтобы он сказал пару слов. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день. Вы знаете, я так много родных одесских лиц в одном месте давно уже не видел. Потому что ходишь по улицам Одессы, ну, как-то так, мелькают отдельно. То есть даже киевские. Да. Поэтому я себя сейчас чувствую среди своих. И если Алексей позволит, то я возьму гитару и спою на стихи Игоря то стихотворение, которое мне очень нравится. Спасибо. Господи, дай мне смеяться и плакать, Не отлучай мою душу от тела, Чтобы я слышал, как лаят собака, Чтобы луна до конца не дотлела. Дай не испытать восхищение другом, Дай любоваться неспящей женой, Дай не избавиться вновь от испуга, Не захлебнуться пустой тишиной. Дай насладиться дождем или снегом, Дай наиграться с моими врагами, Чтобы за мною, идущие следом, Плакать могли над моими стихами. Ну и хочу выразить Игорю благодарность за то, что он не останавливается. Вот он все время в творческом процессе. Продолжаю. Молчите, чайки, не надо крика, Волна качает обломки брига, И бьет рывками меня камни дрожащий берег. Держу руками о воспаленных глазах круги, Волне зеленой мой бриг погиб. Был сильный ветер, потом был сквал, Я не заметил угрюмых скал, Разбил орифы мой белый бриг, Волна утихла и сквал утих, Но сердце бьется сильней и громче. Молчите, чайки, я жить не кончил, Молчите, чайки, не надо крика, Волна качает обломки брига. Мы жили бедно, и ветра звучали, Стучали к нам по темному окну, Но что все невезения и печали, Когда отец мой выиграл войну? Я помню снег, топили мы водарки, И быстро замерзала там вода. Отец лечил людей, не брал подарки, Отважных генералов никогда. Да, картошки было вдоволь и окрошки, Грибов, орехов, просто царский стол. Я каждый гриб подбрасывал в ладошки И утверждал, что я его нашел. Отец смеялся, улыбалась мама, А за окном метели долгий звон, И по ночам мне снился сон упрямо, Какой не помню, но прекрасный сон. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Водяные знаки моря Маракушечник и чайка, Как печать ставит лапы, От четвёртого прича Отделился сухогруз. А из очакова навстречу Кокерочкам бескозырным У камней в зелёной тине Сладко кормится бычом Пароходные продукты В небесах путём воздушных Уворовывают птицы Под грибами ветерок. Водяные знаки моря Козла подчертят крабли. У мохнатых волнорезов Стайка избранных медуз, Маракушечник и чайка, Как печать ставит лапы, От четвёртого прича Отделился сухогруз. Бабушка Циля редко давала ценные советы внуку Гарику. Она его любила и не лепила по своему подобию. Гарик, говорила она, молдаланки печали проходят быстро, Только ты их об этом должен попросить. «Как это сделать?» – спрашивал Гарик. «Скажи им, что тебе сейчас не до них». Гарику недавно исполнилось 13 лет. Он внезапно почувствовал себя почти взрослым И заявил бабушке Циле, «Я имею на всё собственное мнение». Вот и хорошо. И я так считаю. В 13 лет мальчик Гарик сказал Оле Бухмагиной, «Я сказочник». Она ему ответила, «Каждый сходит с ума по-своему». Бабушка Циля сразу же поддержала своего внука, «Гарик, ты станешь в нашей семье первым сказочником». Папа Иосиф и мама Рая подарили Гарику альбом, «Но не для рисунков, а для сказок». «Держай», – сказал Папа Иосиф, – «не сдавайся», – попросила мама Рая. Павел Циля попросил мальчика Гарика Собрать свой альбом «Сказки молдаванки». «Неужели такие есть?» – поинтересовался Гарик. «На молдаванке всё есть. Отряд они умеют. Гарик иногда глупости делал. Делать не хотел, но так получалось. По независимым от него причинам. Вчера он нагрубил двоюродной сестре Белли. Она сама нарывалась на грубость, но он должен был сдержаться. А сегодня он не стал есть фасолевый суп, чем обидел бабушку Цилю. Потом он съел тарелку супа, а у Беллы прощения просить не стал. «Какой я глупый». «Есть тебе немножко глупости», – согласилась бабушка. «Я страдаю», – горестно сказал Гарик. «У меня наверняка поднялась температура». «Гарик, дать тебе градусник, при градуснике она снова станет нормальной, замаскируется». Гарик побежал на улицу. Ему захотелось вдохнуть Одессу полной грудью. Игоря знаю, потому что он написал прекрасную книгу «Одесские сказки». Он собрал все сказки с молдаванки и издал свои книги. И с этого началось наше знакомство. Потому что это уже меня вдохновило с ним познакомиться. И наша дружба переросла в нечто большее, в творчество и совместный выпуск сборника. Вот, например, мы уже издали второй сборник «Одесскую хрестоматию», которая украшает стихи Игоря. Что я могу сказать? Я еще больше всего влюбилась в его повесть, которая напечатана в самых разных журналах. Это «Улица Розье». И она льется как песня. Ты гуляешь по улицам Парижа, ты встречаешь знакомых Игоря, влюбляешься в его образы, в его людей, в его принцессах, которых он боготворит. И я, можно сказать, когда прочитала этот рассказ, эту повесть, просто была в таком удивлении, что есть в Одессе такой замечательный писатель, который сейчас известен по всему миру, можно сказать. И издается в различных странах, его переводят и Мексика его знает, и Париж, и, наверное, Австралия. Ну, все впереди. Да. А еще мы с Игорем выступаем в библиотеках и школах, и нас очень любят. Особенно за его кораблик. Его кораблик – это нечто уникальное вообще в природе Одессы. Потому что, во-первых, это сборник лучших произведений, лучших стихов, которые печатались на всесоюзном уровне. В каких газетах? Ну, только не печатался, да? Ну, и дети, когда их читают… В советском патриоте, в красной звезде. Он все успел. И большая удача, что наши дети могут читать его стихи и парить в облаках, как он. Вы знаете, мы один раз презентовали книжку, и я учусь у него, потому что он умеет работать с детьми. И вот мне очень понравился его прием. Дети расшумелись, а он говорит, ребята, давайте поиграем в такую игру. Вот видите, облачко, да? Давайте его возьмем… Его проглотим, да? И будем его держать, да? Вот в щечках. И дети так занялись этой игрой, да? Это облачко, да, держали. И вообще, Игорь – это мой учитель, можно сказать. Потому что я, благодаря ему, стала издаваться, стала писать… Это после того, как Игорь степил, так лучше… Ну, да. Поэтому… Не, в Одессе очень нужна поддержка. Я еще очень много могу говорить об Игоре, потому что это мой любимый поэт, писатель и друг. И очень хочется видеть его новые книги. Ну, а не выдуманные одесские истории – это просто шедевр, который должен быть у каждого настольной книги. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Таня, а ты рассказ слышала? Нет, я вот сейчас писала. Ну, я все читаю без рук. То есть, ты все равно слушаешь? Я все знаю. Значит, ты мне последнюю книгу Гарика подаришь? Обязательно. Почитай для Гаричева. Нет, ну, она читала. Таня… Таня – замечательный человек. Мы друг друга знаем уже столик, правда? Так что это… Ну, и здорово, потому что… Толстый том – это потрясающе. Потом поговорим. Ладно. А, я разве не сказал? Нет, конечно нет. Я разговаривал с женой Гарика Голубенко – Таней Голубенко. А рядом стоит сын Гарика. АПЛОДИСМЕНТЫ Тарелка, садись, пожалуйста. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ И обязательно сходите… Вот мы не успели приехать, так, вернуться из Мексики. Нам Боря Барский звонит и говорит, «У меня такой гениальный спектакль, что вы должны посмотреть». Ну, мы посмотрели спектакль по рассказам Гарика. Нам он понравился. Вот. И я надеюсь, что с Борей мы обязательно сделаем вечер. Просто мы не сходимся пока, где выступать. Он об одном месте хочет, а я думаю… Ладно. Возьмите третий. Точно. Можно я прочту об Одессе? Ну, я его всегда читаю. Я думал, вам оно надоело, но я его все равно прочту. «Загадочные здания шпили под дуновением злого ветра, Как паруса, так долго плыли на бригантинах и корветах, И долго реют флаг пиратский. На катерке обыкновенном мешался говор азиатский. С Европой гордой и степенной шумели. Бойкие пожары авто устраивали гонки, Перемешали здесь хазары и худенькие амазонки. Здесь искренние формазоны всегда неистого и кротко цветов. Букеты с аризоны дарили худеньким красоткам, Но пахли хрупкие листочки. Не зря при черноморской пылю здесь важные ступали дочки. А рядышком мамаши плыли, плыла так, состоя из пыл Обыкновенных волн морских, застирана едким мылом Тельняшка улиц городских. Одесса Одесса Тел подставленных солнцу на пляже двое, Чистый кальций в костях, в терпеливых зною, В море хлеб и стоящее в стойлах стадо по подводному радость. И не странно, что бы повезла бы стресса, Окунает в море лицо Одесса, Ибо где нет выхода для печали, там ошибка в начале. Это солнце всегда над любым сараем, Старый кран, где мы бреемся и стираем. Это город, который восторг и выдох, Это блики на рыбах, Это двор сголубят нигде на канате, Голубой купальник студентки Кати, Это шкварки и смалец до счет их лестниц И похабанные песни. Пара нищих старух, чистый профиль женский Возле входа в собор на преображенской В майонезном небе ажур балконов И заправка сифонов Это лепка карнизов под штукатуркой Повсеместная страсть к полноте желудков Но при этом большой интерес к диете Эти наглые дети Это то пространство, в котором с детства Терпеливо бредит во мне Одесса Это то, на чем выросли и отъелись Это южная ересь Но зачем в это главное время года Наступает от съеденных дынь и кода Ой, а чего на берег сошел моряк Видно что-то не так Истекающий персиком лик привоза Экономить повсюду зовущий лозунг Магазин океан вместо свежей рыбы Бетонные глыбы Этот город теперь деловит и точен Он у нас не с удовольствием со всех обочин Но все реже услышишь от раза к разу Здесь одесскую фразу Да, проходит годы Желтеет трес и стареет в лужах Моя Одесса, чудо-город, который давал все сразу Помутился как разум Только стоит ли сетовать и ругаться Сохраним это счастье вдыхать акации И пускай ветерок проскользнется В город это ласковый город Он действительно многое нам оставил Хаджибейское солнце и соль в кристаллах Этот вечный бульвар и его куранты Эти детские банки И по-прежнему бабушка водит внука Погулять на площади возле дюка Где сидят и курят, склонив головки Чудо-девы в кроссовках И ржавеющим вальсом по крышам лета Пролетает в полночь твоя планета Что нам делать? Стоять и дышать на стекла распланета На окнах Будь как скромный художник У колоннады, созидающей сезую суть прохлады Видишь, дождик пошел И рисует дождик этот самый художник Полюби этот свет, полузгнивший тин Снова море устроило именины Это спящая в нем синий кровь Не ходи вокруг колонки Это манит головы наши Манит головы наши Манит головы наши Он все время ходит по этим гердамам Спасибо Но колонка заводится от микрофона Я полюбил депресский гердамам Я в последнюю книгу опубликовал Штар Лив Ты мне ее принес? Тогда можно, да? Я долго говорить не буду Собственно, то, что хотел о книге этой я написал в фейсбуке Но я хотел бы к этому добавить Что это книга настроения, вообще-то говоря Это, ну, не экшен Это книга настроения И поскольку я одессит в третьем поколении Я вот сейчас сидел еще раз В который раз переслушивал эти рассказы уже на слух И, знаете, когда пишут об Одессе Почему-то считают, что Об Одессе нужно писать на одесском Так называемом одесском языке Но одесский язык Это не язык Как таковое Это не вот эти вот словечки А это интонация Игорь, спасибо за интонацию Кто мне поможет То есть прочтет стихотворение Вот есть желающие Моя красивая бабушка Циля Львовна Родом из Балтес Суетливая, как Юла Учила меня, что дышать надо ровно И удивляясь, что жизнь прошла Она разговаривала с котами и кошками На непонятном мне языке Подолго смотрела на них в окошко Тарелку с супом держала в руке Она редко была печальной Оставшись в сорок лет вдовой Она не любила больших начальников Случайных людей не звала домой Она мне читала стихи на память В них шумело море и гудел лес Порой своими делилась С нами, где было сто и двести чудес Плакала, когда не было денег Дарила нищему последний рубль Замечательные лепила вареники Удивлялась, что мир, как прежде, груб Летучим мышами говорила тише Никогда не любила парадных зеркал Вишенку из перезревших вишен Порой я водой разбавлял Она мне пела песни на идиша Я их, к сожалению, не понимал Очень хорошо Зоя, поэт, математик Ее отец был учеником Выдающегося математика Отец тоже выдающийся Он то в Израиле, то в Украине, то в Финляндии В общем, сплошные выдающиеся люди И за это уже Это уже через счет Я хочу сказать, что, ну, наверное Вот так вот, очно Я знаю Игоря гораздо меньше Чем многие другие сидящие тут Но как-то вот, знаете, все в этом мире не случайно И в какой-то момент моя жизнь тоже пересеклась с Игорем Когда мои стихи абсолютно случайно попали в сборник «Звукоряд», который издавал Игорь Потоцкий Вот, я хочу сказать, знаете, вот сейчас, конечно, очень много таких, как бы, химер, очень много миражей И когда мы говорим о творчестве То, так сказать, кто-то под это подстраивается своими проектами Вот, а творчество, оно живое Оно живет, вот потому что оно не может, как бы, иначе Вот, это вот Игорь, понимаете Его жизнь, его творчество, оно настолько живое Оно настолько, так сказать, к себе притягивает И, так сказать, все, что он делал для Одессы Я считаю, это будет еще в будущем оценено Потому что, так сказать, я просто вижу тех людей Которые вот просто притягивались к Игорю, как к магниту И потом, в общем, они поднимались и начинали летать Вот, он им давал такой некоторый толчок, такой импульс Почему? Потому что Игорь настоящий Вот, а почему он настоящий? Я знаю этот секрет Вот, я могу вам не раскрывать, да Могу раскрыть Потому что он, он, понимаете Он ребенок в душе И он этим живет И вот его творчество, понимаете Поэтому оно тоже притягивает Потому что оно настоящее Оно искреннее Вот, оно такое вот Вот просто вот тебя обнимают вот так вот И тебе так тепло, приятно, хорошо Я желаю Игорю еще много-много лет Этого творчества Радовать нас вот своей внутренней радостью Своей внутренней чистотой, искренностью Вот, и своим замечательным талантом Когда хвалят, не верят Ладно, это все так, в общем-то Значит, давайте так говорится У меня вот какая замечательная ручка есть Я автографы буду ставить Тем, кто захочет книги приобрести Книги я взял вот эти истории Так, потом улица Разье Так, потом Кораблик, детская книга Азбука маленького Абесита, у кого ее нету Ну, сначала Алексей песню споет И пару слов скажет Я тоже хотел сказать, что Игорь, конечно Ну, это количество, вы знаете его сами Но что о нем говорит На нем все написано Я хотел небольшое стихотворение Куджавы Называется «Прогулки фраеров» Прогулки фраеров Там, в общем-то, все, что я хотел сказать Наверное, оно там уже есть По приходи судьбы Разносчицы даров В прекрасный день Мне откровения были Я написал роман Прогулки фраеров И фраера Меня благодарили Они сидят В кружок Под низким потолком Освистаны их речи и манеры Но вечные стихи Затвержены тайком И сундучок Сколочен из фанеры Они сидят в кружок Как перед огнем святым Забытые людьми И Богом Племя Каких-то странных дум Их овевает дым И приговорно шептывает время Пока не замело Следы на их крыльце И ложь не посмеялась над судьбою Я написал роман О них Но в их лице О нас Ведь все, мой друг О нас с тобою Когда в прекрасный день Разносится даров Вошла в мой тесный двор Пройдя дворами Я мог бы написать Себя переборов Прогулки Маляров Прогулки Фраеров Поваров Но по пути мне вышло С фраерами Да, дело в том, что фраер Это по-старонемецки Это франц-жених Это просто не... И вот как бы Прогулки дилетантов Путешествия дилетантов И прогулки фраеров Так перефразировал Гулат Шалович Ну вот и все А идиоты Это идеальный друг И отличный товарищ Ну это Это старо как мир К нам приходил еще Директор издательства Вот Он о своем издательстве Пару слов хочет сказать Хорошо Он уже не хочет Он передумал Вопросы есть какие-то? Ну подумайте Или давайте одну строчку Я что-нибудь Симпровизирую Из всех успехов Я ценил Один, когда тебя любил А ты была веселой птицей И по утрам Будил осад Опять бы в юность Возвратиться Но годы Спять не полетят Прокуренной той комнатушке Твои помады И игрушки И ноты Грига На столе Потерян ключ От той октавы Где ноты те Что пели травы Одна шептала ты Во мгле Три добрых старушки Сидели на лавке А рядом зверушки Резвились на травке Резвились без драки В разных углах Кто это стихотворение На память знает Коты и собаки И кроли в клочках Потом все зверушки Сидели на лавке А рядом старушки Резвились на травке Однажды На зеленой волне Был замечательный Прозаик Детский Московский Сергей Седов Ему надоело Свои рассказы читать И он полностью Кораблик прочитал Представляете С первой страницы До последней И не успокоился Пока его не прочитал Помнишь, Лена? Значит На апреле У меня будет Большой вечер Посвященный Пятидесятилетию Моего творчества То есть Я уже такой старый Что уже Пятьдесят лет творчества Представляете Какая прелесть Значит Я всех приглашаю Где он точно будет Я потом Открою Чудес Ладно? Вот Ну а сейчас Вопросы есть? Значит Отходите Кто Автограф Укручил? Можно в зале Да Можно в зале Все Договорились Спасибо Спасибо